Самое оздоравливающее из развлечений баня в новом гостиничном комплексе Дилижанс. В новом году новые жители. С начала января в нашем роддоме появилось на свет 54 малыша, 19 девочек и 35 мальчиков. Для одного из них в Клинском отделе ЗАГС провели торжественную церемонию имя наречения. Кстати, Спартак стал шестым ребенком в семье Арсена и Елены. С многодетными родителями познакомилась наша съемочная группа. Мы рады приветствовать вас в торжественном зале 30-го отдела ЗАГС. Супругов Акапиан приветствуют в ЗАГСе уже в седьмой раз. 20 лет назад на свадьбе, спустя несколько лет на регистрации первенца. А сейчас пришли за документом уже шестого ребенка. Восхищаемся, завидуем по-хорошему, равняемся на вас, поскольку самое большое богатство в жизни – это дети. Дальше Тартур, Людмила, Кристина, Эмилия, теперь Спартак. Так, наверное, можно сказать, что вы достигли какого-то равенства. Три мальчика, три дочери. Но я думаю, нужно все-таки не останавливаться на достигнутом. Я вот этого боялся. Глава семейства, конечно, шутит. Бояться родителям шестерых просто некогда. Только имена выбирать все сложнее. Но на этот раз знали с первой минуты. Будет Спартак. Сразу почувствовала, что будет мальчик. Просто Спартак должен был быть обязательно. Хоть седьмой, хоть восьмой. Да, все равно должен был быть. Мы молимся, чтобы он был похож на дедушку. Именно в честь дедушки и назвали новорожденного сына. Малыш появился на свет 8 января. Спустя несколько часов после Рождества. А имя получил в канун Старого Нового Года. Волшебство, уверены родители, будет сопровождать Спартака и по жизни. И на вопрос, станет ли он в будущем старшим братом, отвечают философски. Будет ли в этой семье еще пополнение, покажет время. Ну а эта церемония имя наречения точно надолго останется в памяти. Все ее торжественные нотки и трогательные моменты. Карина Хритонова, Юлия Левицкая. Новости дня.